Ежегодно среди личного состава пожарных подразделений Якутии проходят состязания на лучший звенок газодымозащитной службы. Традиционные соревнования прошли сегодня. Кто из них вышел победителем, расскажет Виталий Абрамов. Примерно в таких условиях и приходится работать бойцам газодымозащитной службы. И на соревнованиях условия также максимально приближены к боевым. Задача звена ГЗДС – отыскать в задымленном здании пострадавшего и вывести наружу. Но, как и на всех соревнованиях, случаются непредвиденные моменты. Соревнования на то и направлены, чтобы в реальной работе такого не было. Оттачивается профессиональное мастерство, а также слаженность работы звена. Звено состоит минимум из трех человек и четвертый – постовой, который остается у входа в зону задымления и фиксирует время. И постоянно находится на связи и информирует звено о состоянии здания визуально и остатке времени, сколько они могут находиться еще в зоне задымления. Александру из Намского улуса не раз приходилось вытаскивать людей из горящего здания. И с его слов это практически одно и то же. Ноль видимости, короче. Как ориентируется? Ну, на ощупь чувствовать надо. И все. Ну, практика показывает. Если много практики, то можно. Кроме этого, пожарные соревнуются на знание теории, а также скоростное завязывание спас узлов. Но существует два вида узлов. На спасаемого – это когда хочешь кого-то спустить сверху, из-за конструкции. Это уже для себя, как сейчас. В итоге самых грамотных, четких и быстрых действий звание лучшего звена газодымозащитной службы республики завоевала команда 5-го отряда Федеральной противопожарной службы по защите города Якутска. Виталий Абрамов, Евгений Рязанский. НВК Саха. Якутск.